Привет всем, кто верит в себя. Меня зовут Эван, мое главное слово вере, я верю в вас. Я хочу увидеть, как ваши уникальные способности реализуются в этом мире, чтобы вы могли изменить его к лучшему. И чтобы помочь вам в этом, давайте посмотрим видео, тема которого – трансформация своей боли в мудрость. С вами Опра Уинфри. Трансформируй свою боль в мудрость. В своей жизни вы много раз испытаете боль. Вы будете совершать ошибки, кто-то назовет их неудачами. Но я поняла, что провал – это такой способ Бога указать вам, что вы двигаетесь не в том направлении. Это только опыт. Всего-навсего опыт. Только ваш опыт. Помню, как меня сняли с эфира в Балтимере, сказав, что я больше не подхожу для телевидения и что я не могу продолжать вести новости. Потому что в новостях я часто, хотя, по правде говоря, я вовсе не плакся, в новостях я плакала из-за сочувствия к людям. Не самое эффективное поведение для репортера новостей. Прикрывать микрофон, чтобы поплакать из-за того, что люди потеряли свой дом. И пока меня не понизили в должности ведущей новостей в прямом эфире и не бросили в сферу ток-шоу, чтобы от меня избавиться, я не позволила своей собственной правде восторжествовать. И в первый день, когда я в эфире вела первый выпуск ток-шоу в далеком 78-м году, я почувствовала, как будто впервые задышала. Именно так вы ощущаете свою настоящую страсть. Это то, что для вас совершенно естественно. Так что я стала воспринимать то, что было ошибкой, что считалось провалом в карьере ведущей в новостном бизнесе. Так вот, я стала воспринимать это как начало карьеры ток-шоу. Неудачу я превратила в преимущество. Ваша боль и ваши поражения станут для вас одними из самых важных уроков, которые вы получите в жизни, если вы захотите на их основе чему-то научиться, вместо того, чтобы жаловаться на них. Мы часто грешим этим, когда мы сталкиваемся с трудностями, терпим неудачу, когда дела идут не по-нашему. Вместо того, чтобы попытаться сделать выводы и сказать, как можно сделать лучше, чему я могу научиться, чтобы в следующий раз это снова не случилось, вместо этого мы закрываемся. Говорим, это не сработало, поэтому это полный отстой, виноваты другие, а я никогда не добьюсь успеха. Вместо того, чтобы взять ответственность на себя и сказать, чему я могу научиться из этого, как я могу исправить ситуацию. Довольно часто из самых глубоких провалов в вашей жизни вы возноситесь на самые высокие вершины, потому что вы изменились, выросли. И вы видите снова и снова в историях успеха, как самых великих достижений удалось добиться в результате самых глубоких провалов. Так что не увязайте в яме неудачи, используйте этот опыт как возможность научиться и стать другим человеком. Стать лучшей версией себя. Если я подумаю о всех больших провалах, которые случались со мной в жизни, я могу сказать, что они всегда учили меня одному из самых важных уроков, которые я использую в жизни. Например, когда я боялся пригласить в Париже девушку на свидание, я сделал вывод – никогда больше ни о чем не жалеть. Ведь я не хочу больше чувствовать боль от сожаления о несделанном. Когда я сказал своему деловому партнеру, что расстаюсь с ним, когда было очень трудно, и на следующий день я проснулся и сказал, что должен продолжать двигаться в выбранном направлении. И мне надо было понять, как использовать в работе схему моделирования чужого успеха. Когда я потерял сделку в 40 миллионов долларов, когда мне было 22 года, тогда я понял, что мне нужно перестать быть перфекционистом и просто делать свою работу. Эти три урока я усвоил, когда мне было 18, 19 и 22 года. Сейчас мне 37, и эти уроки все еще играют для меня важную роль. Я все так же продолжаю проживать жизнь без сожалений. Если я не знаю, как решить проблему, я всегда пытаюсь понять, как можно взять чей-то успех за образец. И я перестал стараться быть перфекционистом и стал просто работать, ведь в противном случае вы так и не получите результата. Так что если вы переживаете трудные времена, если у вас случились серьезные неудачи и большие провалы, старайтесь не допустить, чтобы они стали перманентным явлением. На самом деле настоящий провал, если вы позволите этим неудачам одержать над вами верх. Всякий раз, когда вы терпите неудачу, просто спросите себя, какой урок я могу извлечь, чтобы стать сильнее. Если вы можете принять этот образ мыслей, тогда вы сможете делать то, что удается делать самым успешным людям в мире. Они трансформируют отказы своей неудачи и страхи в нечто потрясающее и создают что-то новое. Так что вопрос дня сегодня такой. Назовите одну из самых серьезных неудач, которые вам довелось пережить. И какие уроки вы из нее извлекли, чтобы стать сильнее. Оставляйте комментарии под видео, мне интересно, что вы напишите. Также спасибо Лене, надеюсь я правильно произнес твое имя. Спасибо, что приобрела экземпляр моей книги. Для меня очень важна твоя поддержка, надеюсь тебе понравилось ее читать. Еще раз спасибо за просмотр видео, отличного вам дня, я верю в вас, надеюсь и вы продолжаете верить в себя. Каким бы ни было ваше главное слово, люблю вас, скоро увидимся за очередной чашечкой Энспрессо. Что касается неудачи, это тяжелое испытание, но оно необходимо, если вы собираетесь попробовать что-то трудное, если вы каким-то образом выставляете себя на показ. Временами вы будете совершать ошибки или не добиваться успеха, а временами вы будете все делать правильно, но все равно не добиваться успеха. И это имеет место не только в политике или в управлении некоммерческой организацией. Это имеет место... Кто-то из вас говорил про предпринимательство. Если вы запускаете линию одежды, это беспощадный бизнес. Да, я уверен, что вы в какой-то момент времени добьетесь успеха, но вы неизбежно испытаете и неудачи. И я думаю, что самое главное, и это уже стало немного клише, но иногда клише верны, заключается в том, чтобы учиться на этих ошибках и неудачах, и не терять жизнестойкость. И быть в состоянии разобраться, по какой причине не удалось добиться успеха, почему не получилось, и что нужно, чтобы стать лучше. Что же касается проблемы неудачи, если вы концентрируетесь на том, чтобы всего себя посвятить достижению цели, тогда даже если вы терпите неудачу в конкретной цели, вы все равно приобретаете понимание. Понимание того, как достичь этой цели. Я прочитал эту цитату в некрологии о боксере Флойде Паттерсоне. Он говорил, что главные уроки... Он говорил, что главные уроки он извлекал из своих поражений. Он говорил, вы просматриваете видео не когда вы побеждаете, а когда проигрываете. Именно неудачи формируют характер и делают вас умнее, сильнее и крепче. Я всегда говорю, люди получают шрамы, но становятся умнее. И я думаю, что действительно очень хорошо, что вы можете опираться на весь свой накопленный опыт, чтобы он сослужил хорошую службу вам и вашим клиентам, или вашей компании. Но было и множество моментов, когда приходилось взять паузу и подумать. И я делала паузу. И говорила своей команде, чему вселенная пытается меня научить. Что делать, если начинаешь развивать какой-то бизнес, но терпишь неудачу? Что ж, я надеюсь, что все ошибки учат нас как плюсом, так и минусом. И этот опыт вы можете повторно применить к новому бизнесу, или повторно применить к новой работе, или вашей новой карьерной цели. Возьмем, например, компанию Apple. Apple является одной из самых престижных, рентабельных компаний в мире, и при этом у них было много неудач, много запусков продукции, которые не выстреливали. Многие вещи не находили отклика у аудитории и их клиентов. Но это не помешало им добиться в своем бизнесе процветания. Ваши неудачи учат гораздо эффективнее, чем ваши успехи.